Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы заканчиваем сегодня карьеру за PSG. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплеи на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, какой у нас сегодня календарь. Во-первых, это ответная игра с Баварией. В Лиге Чемпионов первый матч мы победили минимально, еле-еле наскребли, но 3-2, поэтому ответная игра будет очень жаркая. Также три игры в чемпионате, домашняя против Трои, выездная против Монпелье и домашняя против Меца. Ну и также финал, если я не ошибаюсь, Кубка Франции против Лиля. Нет, это еще полуфинал, поэтому у нас сегодня тоже много матчей ожидает, но все-таки посмотрим. Если обыгрываем Баварию, это плюс еще один матч в финале Лиги Чемпионов, и если обыгрываем Лиль, то это плюс еще один матч в финал Кубка Франции. Поэтому вот как-то так. Ну что же, против Баварии мы, естественно, будем играть первым составом. Он на ваших экранах, состав Баварии тоже. Ну что же, понеслась. Итак, Парк Де Пренс, именно на этом стадионе проводился финал Лиги Чемпионов этого сезона, где встречался Ливерпуль и Мадридский Реал. Но сейчас еще и у ПСЖ в нашем сейве есть шансы выйти в финал на домашнем своем стадионе. Какие-никакие, но все-таки плюс от этого, естественно, есть. Поэтому будем за это биться. А пока что ответная игра полуфинала ПСЖ Бавария. И хорошая передача на Кельяна Мбаппе. Можно, можно здесь забивать, конечно, в этом моменте. Мбаппе прострел под Гуе, и это 1-0. 4-2 в двухматчевом противостоянии. Вот так вот Гуе отыгрался в стеночку с Мбаппе, и просто на грани сейчас. Вот этот был момент. Дотянется или нет Гуе, все-таки дотянулся, и ПСЖ выходит вперед в этом матче и увеличивает преимущество в двухматчевом противостоянии. Ну вот еще раз посмотрите, Мбаппе. Шикарная передача, и от штанги мяч все-таки Идриса Гуе забивает. Сабицы, рывод опасный момент, и Лерой Сане открывает счет голам Баварии 1-1, 4-3. В двухматчевом противостоянии очень важный гол для Баварии, и нужно забить еще один, чтобы свести матч к дополнительному времени и серии пенальти. Снова с мячом Леон Горецко. Сане удар, и это 2-1. Бавария вот так дуплетом буквально забивает два мяча от Лерой Сане. И счет, слово равный у нас, 4-4. 4-4 по двухматчевому противостоянию. 2-1. Бавария одерживает победу на выезде, но дополнительное время сейчас. Баппе. Ну вот он же момент. Киллиан Баппе. Нужно. Нужно забивать, и Киллиан Баппе это делает. 2-2. Ничья. Сейчас на Парк-де-Пренс. Ну и вот так вот. Один буквально момент появился у француза, и он реализовал гол плюс пас. Сегодня у него на счету. И аккуратно, мощно, в дальний угол забивает Киллиан Баппе. Все. Мне кажется, это все. Да. Финальный цветок, и PSG выбивает Баварию из полуфинала Лиги Чемпионов. Парижане сыграют на своем домашнем стадионе, но я надеюсь, здесь все-таки сделают это. Все-таки финал должен был быть в Санкт-Петербурге, но перенесли в Париж. Поэтому Париж может быть где-то и незаслуженно во второй игре. По статистике вышел финал. Мы сейчас по их G с вами посмотрим. Три было всего удара по воротам, и наиграли только на один гол, Бавария на три. Но везет тому, кто везет, и мы в финале. Так, ну а кстати, в параллельном полуфинале уже сыгран финал нынешней Лиги Чемпионов. И 2018 года Ливерпуль против Реала в первом матче. Ливерпуль победил 4-1. Но вот, не знаю, получится или нет, Реалу отыграть такое в ответке. Ну что же, от победы мы отошли. Точнее, там даже не победа была, а вырванная ничья. Но все-таки победа в двухматчевом противостоянии над Баварией. И сейчас мы продолжаем играть в Чемпионате Франции, хоть уже и стали мы чемпионами, но все же. PSG против Трои. Мы играем дома против 16-й команды Чемпионата. Составы на наших экранах. Поехали. Ну что же, PSG Троя. 36-й тур Чемпионата Франции. Мы начинаем. Отлично. Стерлинг проходит и вся оборона куда-то делается. Прямо вот вмиг. Просто посмотрите, что сейчас было, конечно. И, естественно, Стерлинг забивает. Первый же момент с самого начала, очень даже как-то странно появилась сейчас, оборона Трои. Ну и Стерлинг забивает второй. 35-я минута. 2-0. Икарди. Отличная передача на Димарию. И Димария еще забивает свой гол. 3-0. Перед самым перерывом PSG делает разгромный счет. Неточный, конечно, такой удар. Накрыли его тоже. Но зато будет у нас штрафной. 63-я минута. К мячу подходит Анхель Димария. Ну вот, давайте. Сейчас мы попробуем. И забивает. Отлично. Анхель Димария. Прямым ударом со штрафного. Счет у нас 4-0. Дубль на счету аргентинца. И дубль на счету Рахима Стерлинга. Ну, просто шикарный гол. Голкипер еще так подредактировал. И в самую девятку. В итоге мяч залетел. И Драксер замечательно перебрасывает вратаря. И просто PSG сейчас скуражится. 5-0. PSG разгромил трое у себя дома в рамках чемпионата Франции. Ну что же, у нас сейчас игра. Также в рамках чемпионата Франции против Монпелье. Но следующая игра у нас против Лиля в полуфинале Кубка Франции. Поэтому с Монпелье мы тоже играем вторым составом. Чтобы первый был готов снова бороться за выход в финал. Вот. Поэтому состав на ваших экранах. Поехали. Итак, Монпелье против PSG. Мы на выезде в 37-м туре чемпионата Франции. И мы пропускаем. Вот так вот. Монпелье открывает счет на 26-й минуте. Казалось бы, ничего опасного. Я даже вышел за Наваса, чтобы мяч он поскорее забрал. А в итоге он даже не ускорился, не побежал сильно. Ван Сидор забивает свой второй гол в чемпионате Франции. И все-таки забиваем Мауру и Карди. Сравнивает счет. 50-я минута. Так, Демарье. И забивает Стерлинг. Победный, скорее всего, гол на 85-й минуте. И все. Финальный сесток. Минимальная выездная победа над Монпелье. Она еще и волевая. Ну что ж. Сейчас у нас полуфинальная игра в Кубке Франции. Играем мы против Лиля. И сыграем мы первым составом. Составы на наших экранах. Поехали. Итак, полуфинал. Парк Де Пренс. PSG против Лиля. Начинаем. Так, Виналдум. Отличная передача на Месси. Месси прострел на Мбаппе. И это 1-0. В первой же атаке PSG выходит вперед. Наймар. Отлично. И. Ну и такой же прострел, как и на Мбаппе. Был 2-0. 34-я минута. Хорошая передача. Еще и на Виналдума прошла. Ну и все. 3-0. 63-я минута. И Леонель Месси забивает четвертый гол PSG в этом матче и ставит жирную точку. Итак, в встречном полуфинале Монако уверенно переиграли Рен. И именно с Монако мы будем играть в финале. Итак, PSG против Меца. Шестое место. Кстати, Мец неплохо так и высоко поднялись в этом сезоне. Играем вторым составом. Поехали. Итак, PSG против Меца. Вроде как это последний матч чемпионата Франции в этом сезоне. Поехали. И все-таки мы пропускаем. Перед самым перерывом Ниане забивает и выводит Меца вперед. И вот опасный момент. Дима Рия сразу же буквально с развода мяча в центре поля после начала второго тайма. Сразу же мы выходим и забиваем. Идет повторная атака. И как сейчас на стерлинг это прошло. И это 2-1. Шикарная атака у PSG. И PSG впервые выходит в перерыв этом матче. И Рафинья 3-1. Отлично. И все-таки пропускаем. Ниане забивает, кстати, дубль. 87-ая минута. Шанс у Меца еще есть. И все. Финальный свисток. Минимальная домашняя победа у PSG в последнем, если я не ошибаюсь, матче чемпионата Франции этого сезона. Ну что ж, друзья, ради этого, наверное, мы и создавали карьеру. И, в принципе, все карьеры. Потому что у всех задача была одна. Это выиграть Лигу чемпионов. И вот за PSG у нас получилось дойти до финала. Поэтому давайте попробуем его выиграть теперь. Против нас Ливерпуль. Боевой состав. Уильямс справа. Очень странно, скорее всего, Трента либо продали, либо на скамейке. Но так состав вообще ничем не отличается у них от начала сезона. Поехали. Ну что же, финал Лиги чемпионов. Почему только перформанс от Ливерпуля мы видим. Играем мы на Сандерсон Парк. Не на Парк де Прентс, но все же. Стадион забит до отказа. Болельщики готовы. Мы тоже заряжены. Начинаем. Так, ну это сразу красную можно давать. И Фабини ее получает. Уже на четвертой или на третьей минуте Фабинио срезает Гуе. Вот так вот сзади по ногам. И получает красную. А раньше Фабинио, кстати, выступал в чемпионате Франции. И играл против ПСЖ в составе, правда, Монако. Ну что же, теперь нам будет полегче. Я надеюсь, сразу же удаление на первых минутах. И попробуем забить, естественно, гол. И вот Виналдум сразу прострел на Верате 1-0. Посыпался Ливерпуль сразу. Конечно, хотели мы проверить и свои силы, сыграв матч 11 на 11. Но Ливерпуль сам себе привез проблем и удалился в начале матча. Отлично раскатан Виналдум. Нам Бапе и Кильян Бапе. Нет, а Месси. А Месси, да. И Месси делает счет 2-0. 49-я минута. Месси не мог с 2015 года вывести Барселону в финал. Но, придя в ПСЖ с первого же сезона, это сделал. Еще и забил вот такой. Понятно, что не замечательный, конечно, гол. Но главное, что гол есть гол. Но победный, скорее всего, забил все-таки Верате. Потому что вряд ли сейчас еще Ливерпуль двушку нам забьет, чтобы мы забили еще и третий. Пока что 2-0. Ребята, молодцы. Хорошая передача на Виналдума. И Виналдум забивает гол в своей бывшей команде еще и в финале Лиги Чемпионов. 3-0. ПСЖ разгромно проходится по Ливерпулю. И все. Финальный свисток. Разгромная победа ПСЖ в финале Лиги Чемпионов УИФА. Но здесь действительно Фабини все и решил в этом финале. Своим удалением. Он принес, скорее всего, победу ПСЖ. Но, как мне кажется, забили мы три мяча. Играя против команды, которая была в десятером. Мне кажется, ну, один-два мы бы все равно забили. Хоть и Фабинио был бы на поле. Поэтому главное, что мы победили. Забили сегодня Верате. Забил сегодня Лионель Месси. И забил Жорджинио Виналдум. И вот то самое, ради чего мы и ждали. С начала выхода ФИФЫ. Это конец карьер абсолютно всех. Главной целью это победа в Лиге Чемпионов. И вот за ПСЖ, за первую команду, которую мы начали, у нас это сделать получилось. Не знаю, как будет за другие команды. Посмотрим. Но за ПСЖ трофей мы поднимаем. И вот так вот Лионель Месси завоевывает Лигу Чемпионов. Уже не с Барселоной, а с ПСЖ. Ну и это первый такой вот значимый трофей для Кильяна Бапе. Лигу Чемпионов он все-таки выиграть не смог. Хотя был в финале и проиграл 1-0 Баварии. Но здесь все-таки все другое. И победа очень значимая, еще и разгромная. Итак, у нас крайняя игра в сезоне. Финал Кубка Франции. И сейчас мы можем взять Требл. Выиграли уже чемпионат. Выиграли Лигу Чемпионов. Ну и теперь нужно просто уверенно сыграть с Монако. Итак, играем первым составом. Составы на наших экранах. Поехали. Итак, Кубок Франции. Финал на Парк Де Пренц. Номинальный хозяин сегодняшнего матча это Монако. Но мы все-таки понимаем, что мы на родном поле. И выигрывать здесь обязаны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И Воланс забивает на 90-й минуте. У нас времени даже сейчас не будет. Наверное, провести нам атаку. Но мы будем пробовать. Одну минуту добавил арбитр. Родну, вот Мбаппе. Твой же шанс. Пожалуйста, забей. Кельян Мбаппе забивает. Слава богу, на последней минуте. Просто сейчас какой-то вот наплыв эмоций был у болельщиков, скорее всего. Пропустила команду и сразу же сравняла. Слава богу, времени нам хватило. Ну и будет, скорее всего, дополнительное время. Подача на Леонеля Месси. Ну и Месси. Просто шикарно сейчас расчертили эту атаку. Месси забивает, скорее всего, победный гол в финале Кубка Франции. Но посмотрим, еще время есть. Снова Месси с мячом. Снова аргентинец. Ой-ой-ой-ой, ну это пенальти. Заработал Месси, он и будет его бить. Все-таки мы уже вели в счете. Ну и прямую красную карточку Дисоси получает. Итак, ну давайте, пробьем мощно, сильно. Ну а голкипер отбивает, кстати. Дракцер неплохо на Виналдума. А Виналдума обратно на Дракцера, и это 3-1. Шикарно. Пяточка аккуратненько скатили. И вот так вот. А вроде бы казалось, Монако, завив на 89-й минуте, уже точно праздновали. Этот, чествовали свой трофей, Кубок Франции. Но нет, но нет. Решил Сембаппе, ну а в дополнительное время вот так вот мы переиграли абсолютно оборону Монако. Давайте еще и Карди выпустим. Ну и забивает Аларио. 3-2 делает счет. Как бы шансы еще есть у Монако. И все, финальный свисток. 3-2. Минимальная победа ПСЖ. В дополнительное время выявили все-таки эти две команды победителя. Ну и мы завоевываем трэбл. Итак, Альфонсо Ариоля выкупили, я так понимаю, Уэстхэм. За 32 миллиона 300 тысяч. И он присоединится к ним. Ну, он там и останется, в принципе. Вот, но в следующий сезон он будет выступать именно там. Сейчас у нас его даже здесь вот нету. Поэтому вот как-то так. Ну что же, давайте будем подводить итоги нашей карьеры. Во-первых, по турнирам. Первое место. Хорошее лидерство в 42 очка. Просто замечательная статистика у нас. 38 побед из 38, 148 забитых, 25 пропущенных. Больше всех забили, меньше всех пропустили. Поэтому здесь все замечательно. Выиграли Суперкубок Франции. Обыграли Лиль 4-1. Выиграли Кубок Франции 3-2, обыграв Монако. Выиграли Лигу Чемпионов, обыграв в финале Ливерпуль 3-0. В полуфинале мы прошли Баварию 5-4. В четырефинале прошли Интер 4-3. И на стадии 1-8 прошли Атлетика Мадрид со счетом 5-3. Ну а в группе мы прошли Манчестер Сити, Брюге и Лейпциг. Ну что же, теперь давайте по всем турнирам, к которым мы участвовали, выявим топ-3. Во-первых, бомбардиры. Это Икарди, Серлинг и Мбапе. Месси там немножечко отстал. На восьмой строчке у него 17 забитых мячей. Но мог здесь немножечко усилий приложить. Также и Драйсер. Могли просто топ-5 из бомбардиров ПСЖ сделать. Но получилось, как получилось. Икарди, Серлинг и Мбапе. По голевым передачам вы просто посмотрите. 9 лучших игроков из ПСЖ. Ну просто замечательная статистика. Икарди лучший, и бомбардир, и лучший ассистент Лиги 1 в этом сезоне. Ну и Лопес, кстати, стал лучшим вратарем. Из-за того, что у нас происходила чаще всего ротация. Вот. Ну а Навас на втором месте. В Кубке Франции стал лучшим Ларсон. Ну и первое место он разделил с Мбапе. Но Мбапе матчей-то поменьше. Поэтому, мне кажется, Мбапе все-таки лучше здесь бомбардир. На третьем месте идет Лионель Месси. По голевым Икарди, Виналду, Мбапе, Неймар. Все замечательно. Ну и лучшим вратарем стал Маравал из Дункерка. Вот. Две победы у него в сухую. Так же, как и у Петерсена из Тулузы. Но наш Навас на пятом месте. У него одна победа из двух матчей. И Донарума. Одна сухая победа в трех матчах. Итак, в Лиге Чемпионов лучшим стал Мбапе. 14 забитых мячей. Дальше идет Неймар. 8 голов. Лучшим ассистентом Виналду, Мбапе, Месси и Неймар. Ну а лучшим вратарем. Тут, кстати, трудно выявить. И Нойер 5 матчей в 12. И Донарума 5 матчей в 12. Поэтому, мне кажется, надо отдавать Донаруме. Из-за того, что он просто стал чемпионом и обладателем Лиги Чемпионов. Поэтому, как-то так. Итак, давайте пробежимся по каждой статистике. Больше всех матчей за нашу команду провел Верати, Драксер и Мбапе. Меньше всех именно, кто у нас играл. Мне сейчас просто вот интересно. В принципе, это все равноценную практику получали Дест. Из-за того, что только к нам попало во второй половине сезона Диало и Перейра. По развитию. Самый возрастной футболист это Рамос, Навас и Ди Мария. Ну а самые молодые игроки, также игравшие. Это Нуну Мендеш, 19-летний. Ну а больше здесь вот Сержиньо Дес, 21 год. И Хакими, 23. Самый максимальный рейтинг у Мбапе, 93-й. Дальше Месси и Донорума. Ну и самый минимальный, естественно, из тех, кто у нас играл. Это Дес, 78. Рафинья, 80 и Драксер, 81. Самый дорогой игрок у нас это Мбапе, 218,5 миллионов. Дальше идет Донорума, 131 миллион. И Стерлинг, 127,5 миллионов. Так, ну а здесь идет Навас. Кстати, за 15,5 миллионов можно у нас подписать Рафинья, 20,5 и Рамос, 21 миллион. Поэтому вот как-то так, друзья. Всем спасибо большое, кто смотрел нашу карьеру за ПСЖ. Обязательно подписывайтесь на канал. Надеюсь, что выйдет FIFA 23. Либо у меня как-то получится достать эту игру. Поэтому, если вам интересно, пишите в комментариях, какие карьеры вы хотите видеть в 23-й части. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это Ожиданная встреча, друзья. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова